Всем привет! В эфире Универньюз. В студии я, Алсу Сунгатулина. Итак, сегодня в выпуске. Научный десант КФУ посетил Арск и Сарманово. В Елабужском институте КФУ прошел форум педагогов. В Казанском федеральном университете состоялся хакатон. Состоялось заседание Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. Основными вопросами повестки стали результаты деятельности и стратегия интернационализации Высшей школы бизнеса КФУ. А мы переходим к другим новостям. С просветительской акцией научный десант КФУ познакомились в Арске и Сарманово. Все подробности смотрите в следующем сюжете. Научный десант КФУ доехал до Арска. Свои двери представителям Казанского университета открыл Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая. В актовом зале гостей приветствовали первый проректор Казанского университета Рияс Минзарипов и заместитель главы Арского района Гульнара Гарипова. Вот это мероприятие, ну как мы называем научные десанты Аказанского университета в районах, центрах, это во-первых и для нас знакомство с аудиторией, с детьми, с ребятами, которые к нам собираются поступать. Для них это тоже знакомство с университетом. Чем занимается университет? Крупнейший вуз не только в Тарстане, но и в России. И в этом смысле, конечно, вот такие мероприятия, они, я считаю, очень нужны, полезны и обоюдно полезны. Вот это главное. В гости научного тура посетили лекции о возможностях искусственного интеллекта, условиях существования жизни и человеческом мозге. Узнали, сколько человек стоит за каждым сайтом. Мы слушали про менеджеров. Было очень интересно, потому что будущего учителя нам все это пригодится. Хочу поблагодарить этот университет за то, что предоставили такую возможность, предоставили информацию. Было очень интересно. Школьников и их родителей пригласили познакомиться с интерактивными площадками. Инженерный институт демонстрировал 3D-принтер, а также малого робота, который полностью был создан в этом институте. Вы знаете, подходили группы школьников, спрашивали, интересовались роботами, которые играют в футбол. И я ловил заинтересованные взгляды на 3D-принтере. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ демонстрировал образцы минералов, которые гостям предлагалось распознать. Хорошо организованы мероприятия, потому что и есть теоретическая часть, и есть и творческая часть. Ребятам очень понравилось. Напомним, масштабная просветительская акция завершится образовательным интенсивом «Про наука». КФУ все-таки для многих очень такая большая мечта. Я надеюсь, здесь они получат очень интересную информацию, которая пригодится им при выборах профессии. Еще одним городом, встретившим акцию Казанского университета, стал Сарманово. Гостями проекта стали более сотни местных жителей. Команда Казанского университета представила вниманию местных школьников и их родителей увлекательную программу, в которой раскрыли тему быстрого изучения английского языка, а также провели экспресс-диагностику личности, психологического здоровья и профессиональной направленности. На вопросы о поступлении обучения в ВУЗе отвечала приемная комиссия КФУ. Валерия Муратова, Лев Холиуллин, Тимур Табаров, Универньюс. На 1984 году жизни умерла почетный президент Российской академии образования и бывший ректор СВГУ Людмила Вербицкая. Филолог неоднократно бывала в Казанском университете и активно содействовала развитию сотрудничества между КФУ, Российской академией образования и Российским обществом преподавателей русского языка и литературы. В том числе, благодаря этой работе КФУ вошел сотню лучших вузов мира в предметной области образования международного рейтинга Times Higher Education. Коллектив Казанского университета поражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Людмилы Вербицкой. О других событиях, произошедших в Казанском университете, узнаете в нашем обзоре новостей. 22 ноября в Театре кукол Экият состоялась торжественная церемония награждения победителей, посвященная 6-й независимой детской литературной премии «Глаголица». В мероприятии приняли участие российская писательница Нарине Абгарян, лауреат премии «Золотое перо России», обозреватель «Новой газеты» Павел Гутеонтов и поэт-обладатель международного диплома имени Андерсена, лауреат премии имени Чехова и Чайковского Виктор Лунин. Собрались юные авторы со всех уголков России, чтобы узнать, кто стал победителем 6-й литературной премии «Глаголица». 22 ноября Институт психологии и образования КФУ отметил свой день рождения. В этот день студенты подарили Институту творческие подарки, показали свои таланты и исполнили необычные номера. В финале праздника состоялось вручение грамот и дипломов. В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоялся фестиваль «Национальное достояние». Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Основной задачей фестиваля является пропаганда и популяризация в молодежной среде народного вокала, музыки, хореографии и народной стилизации эстрадных произведений, а также возрождение древних ремесел с использованием забытых технологий и национальных мотивов в современных изделиях. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся Всероссийский форум работников дошкольного образования. О том, как это было, в сюжете нашего корреспондента. Всероссийский форум проходит в Елабужском институте КФУ уже во второй раз. Среди его участников – воспитатели, заведующие детскими садами, специалисты управления образования, представители Министерства образования и науки Республики Татарстан, иностранные гости, преподаватели вуза. Цель форума – знакомство работников дошкольного образования с современными требованиями к образовательному процессу. В рамках пленарного заседания участники форума обсудили процесс формирования толерантного сознания дошкольника в условиях поликультурного образовательного пространства, а также ценностного отношения к родному языку. Я работаю в области билингвизма, ранного билингвизма, как маленькие дети усваивают одновременно два или три языка. Я хочу показать, что для развития ребенка родной язык очень важный, и нам нужно воспитывать любовь к родному языку, сохранять родного языка, развивать родного языка. И поэтому я пришел и приехал в Татарстане, чтобы сделать исследование с татарскими детьми. Участникам форума в ходе его работы были предложены различные тренинги и мастер-классы, направленные на обмен педагогическим опытом и авторскими образовательными технологиями. Педагоги обсудили как воспитательный процесс в детских садах, так и вопросы взаимодействия с родителями. Камиль Гемоздинов, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универ Ньюс. Молодые ученые Казанского федерального университета победили в конкурсе «Хакатон». Подробности смотрите в сюжете корреспондента Эльвиры Зориной. С 22 по 23 ноября 2019 года в Инженерном институте Казанского федерального университета состоялся «Хакатон» на тему интеллектуальной транспортной системы и элементы ситуационных центров. А призовой фонд составил 118 тысяч рублей. Проблемы дорожного движения в настоящее время, как вы все знаете, очень велики. Количество машин увеличивается, дороги не там настолько быстро, водитель несовершенен, как мы все с вами. И поэтому только применяя современные средства интеллектуальных транспортных систем мы можем решить проблемы дорожного движения. Поэтому этот «Хакатон» – это привлечение студентов, которые бы по-новому взглянули на те проблемы, которые существуют в настоящее время, применили свои знания и дали нам какие-то идеи для дальнейшего развития. В конкурсе приняли участие 11 команд из высших учебных заведений Республики Татарстан. Команды на протяжении 24 часов работали над проектами, которые в конечном итоге были представлены жюри. Команда, заявившаяся на «Хакатон», приходит с каким-то набором уже идей. Они озвучивают эту идею, после этого у них есть сутки, во время которых они должны эту идею развить. И на выходе представить комиссии уже более-менее законченный проект, идея. Но она, конечно, не может быть сделана до конца, все-таки всего одни сутки. И комиссия оценивает именно вот эту дельту, которую они смогли здесь за сутки с помощью тех экспертов, которые им помогают, сами создать. Участники представляли проекты в 11 областях, такие как «Смарт-сити», «Мобильность людей в городе», «Беспилотный транспорт», «Система быстрого реагирования», а также элементы институционных центров в сфере здравоохранения. Мы в рамках Акатона разработали два прототипа. Первый – для экономии электроэнергии на магистралях. И второй – это регулирование трафика дорожного на проблемных участках, перекрестках в городе. По итогам конкурса первое место заняла команда, разработавшая информационную аналитическую систему для ситуационного центра как системы поддержки принятия решений по фиксациям аварий. Участниками команды являются молодые ученые-студенты кафедры технологии программирования Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях и оставайтесь в курсе свежих новостей. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok